Всем привет, друзья! Сегодня меняем ремень ГРМ на Renault Duster двигатель F4R. Значит, для этого в первую очередь мы снимаем вот этот патрубок, дергаем здесь, его немножко вверх поднимаем. Вот эту штуку не теряем, уже был опыт, я ее несколько раз терял, можно где-нибудь здесь положить на аккумулятор. Сам патрубок дергаем вверх, эта часть держится на вот таких вот припетках. Значит, этот снимается точно также путем отдергивания. Ну, все расходит, видите, довольно просто. Так, это нужно для того, чтобы получить доступ вот этим вот заглушкам. Ну и сразу же смотрим на наши запчасти, потому что если что-то мы не поприкупили, то нужно будет приостановить. Так, вот она заглушка. А, ну какая-то. Сейчас я ее сверяю. Вроде она. И вторая. Это нужно чуть-чуть вот так сделать. Это у меня ГБО стоит. Ну, не суть. ГБО не ГБО, ГРМ один у этих машин. Тоже сверили, вроде все нормально. Можно вскрыть и еще раз детально сверить. Здесь по размеру. И тоже здесь по размеру все подходит. Что есть хорошо. Видимо, будет, ну, довольно длинным, но зато качественным, совсем выпекающим. Так, еще понадобится вот такая штука для того, чтобы зафиксировать эти валы. Значит, я ее сам сварил. Вот так вот будем ее сюда вставлять. Должна влезть. Ну, в интернете есть по этому поводу ролики. Так что можете смотреть, не стесняться. Ну, понадобится, соответственно, самым ГРМ. Я еще прикипил помпу, на всякий случай вдруг, в ужасном состоянии. А вот он номер у меня ГРМ. И это такой вот ролик в таймок. Обводной, натяжной, точнее. Ну, нормально такой себе ролик. Но он не прибежит, ничего. Вот, кстати, его номер, если кому-то надо. Ролик обводной фирмы НПА. Ну, вы там сейчас посмотрите в комментариях, что это гавная продукция и так далее. Понятно. Я поддену, забью туда еще немножко смазки. Все равно мы ремень меняем каждые 60 лет. Я понимаю, ставит оригинал для того, чтобы оно проходило 200, но оно не ходит 200. Ну, вот такая вот компа фирмы ЗУМЕР. Ну, вот такая. Компочка. Номер ее, вот, если кому-то надо. Давай, для родной маски, мне ГРМ-кану. Друзья, не забудьте купить болт коленала. Старый одевать нельзя, потому что он уже будет оснано, так что не так будет, он у вас нет, и там останется. Он стоит 200 рублей. Дальше уходим сюда вниз. Здесь снимаем защиту. Вон, я ее уже снял. Четырьмя болтами крепятся. Вот болты. Два из них, вот они остались здесь. Это гайки. И два были вот здесь у меня. Вон они лежат. Значит, ну, И домкратим машину с вот этой стороны. Ну, с правой стороны, Со стороны пассажира. И домкратим двигатель, Либо что-то под него сюда подставляем. Важный момент, друзья. Не забываем поставить башмаки под заднее колесо. У кого нет башмаков, ставьте кирпичи. И не забываем оснать болты на колесе. С помощью, ну, как обычно. Сняли колесо, добрались вот сюда. Здесь предварительно желательно все вымыть. Я вымыл. Здесь снимаем вот эту вот защиту. Здесь она просто отчелкивается. Здесь откручиваем. И снизу здесь вот этот болт. Здесь будет у вас вот этот болт. На заглушке. Вот здесь. Пластиковая клипса. Вот она. И вот сюда вот он снизу ходит. Ну, больше ничего не надо. Дальше нужно снять вот эту вот тепловую защиту. Я это все сниму сейчас на видео. Здесь будут два болта. Но у меня еще стоят форсунки. Прежде надо будет открутить их. У вас форсунок этих вот... И не будет. Так как у вас нет газового оборудования. А если есть, возможно, они стоят в другом месте. Ну, в общем, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. У неского производства, а американского... Ну, вот это, наверное, не только удовольствие. Это вообще у французских машин. У них двигатель как бы перевернутый. У них пускной коллектор стоит впереди машины. А выпускной стоит сзади. Ну, как бы, вообще, это логично. Согласитесь, но конструкция, конечно, странная. Вот воздух идет сюда, потом он перемещается сюда, по дороге подогревается. Ну, короче, так решил французский производитель. Ну, и довольно-таки, кстати, можно ему отдать должное. Так, а у нас будет на у нас. Место для всех этих процедур, ну, очень мало. Я вот пропихиваю чуть-чуть вниз, получается, форсунки газовые. А вот сюда, вынимаю, достаю. Вот так вот. И вот так. Так, здесь я его освободил. Ну, дальше вопрос. Уже можно опустить. Сразу же гайки отсюда вынимаю, потому что их можно потерять. А можно оставить там. Только не забудь про это. Я так и сделаю, потому что гайок будет еще много. Не хочется их перепутывать. Так, для чего мы это сделали? Там есть технологические отверстия для того, чтобы зафиксировать коленвал. Так мы туда будем вставлять сверло на 8. И фиксировать коленвал. Дальше очень интересный момент. Открутка коленвала. Одному это сделать очень сложно. Смотрите, как погнулась отвертка. Значит, но все же можно. Что я делал? Вот здесь вот дырка для слива масла. Здесь находится редуктор. И вот если посмотреть туда, видно зубчатый шкив. Значит, смотрите. Отвертку заводим левой рукой вот сверху шкива. Сверху редуктора. И вот мы сейчас отсюда будем видеть. Вон она. То есть она проходит. Значит, но поставиться, зафиксироваться не получается. Значит, мы ее высовываем в самый низ и максимально близко. Отсоединять я ничего не буду. У меня просто такой, скажем так, метод снятия. Снятия у дастеров, в отличие от машин приспособа. Здесь на 18 такой трубы чьей-то матери. Я открутил шкив коленвала. Ну, заняло это, если честно, минут 15. Вся эта геморройная хрень. У меня, кстати, коробка автомат. Здесь не поможет пятая передача. Ничего такое здесь не работает. Только таким вот образом. Чуть дальше домкратим. Откручиваем подушку. И снимаем ремень генератора. И тем, как снимать ролик генератора, зарисуйте себе вот так вот. Он там змейка идет. Но все равно пусть этот рисунок у вас тоже будет. Или можете использовать мой, если что-то поймете. Вот эта вот гайка против часовой стрелки. Ее надо отпустить. Вот она, на 16. Я домкратил вот так вот еще двигатель дополнительно. И переходим сюда, откручиваем вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть болтов. Ну, там ешки какие-то, шмешки. И так далее. После того, как сняли подушку. Кстати, там многие говорят, что, блин, ее тяжело снимать. Да ничего тяжелого. Вот этот вот клипс вот эту сняли. Вот. Вот эту. Эти подняли, оцепили, открутили болты. Да и все. Вот, кстати, ремень ГРМ. Ну, такой. Как говорится, с виду хороший. А там неизвестный. Посмотрим. Будем снимать, увидим. Так, после этого надо чуть-чуть приподнять двигатель вверх. Потому что вот этого болта до 16. Если у вас, конечно, есть накидной. У меня его нет. У меня есть вот такая вот только трещоточка. Ну, она сюда, естественно, не подлазит. Поэтому поднимаем двигатель чуть-чуть. Вот. Видите, трещотка подлезла. Теперь одной рукой вот здесь двигатель поддерживаем, чтобы он на бок не свалился. И трещотку против часовой стрелки отводим. Снимаем ремень. Дальше мы откручиваем вот тот вот болт. Вот там внизу. Е14 у него. Уровер и градовка. Вот такая вот херня. Е14. Подкручивал я его с помощью вот такого вот карданного переходника. И вот такой вот, блядь, длинной херни. Вот так его туда засовываете, соответственно. И откручиваете. Ну, достаточно сорвать. Дальше он уже идет от руки. Он нам нужен для того, чтобы засунуть туда сверло на 8. Потом будем снимать заглушки. Вот так выглядит этот болтик маленький. Видно, что он был не просто закручен, а был закручен еще и на герметик. Видимо, еще заводской. Потому что его никто не трогал, на нем ничего нет. То есть его никто не трогал. Так, поехали дальше. Снимаем заглушки. Сейчас будем выставлять метки. Заглушки будем снимать при помощи отверстики. И, возможно, чем-то будем помогать. Значит, давайте сначала начнем с дальней. Проткнули. Уперлись там. Есть во что. Так, берем трубу. По-моему, что тверка короткая. Трубой, смотрите, не переблять. Потому что можно еще и тверку сломать. Оп. Все. Тверку сразу на мусор, наверное, больше не нужна. Ну, в моем случае, она пошла на стяжку. У меня мусор в наружении нет. Так, и вторая. Точно так же. Это не идет. Подгибает ее. У меня такой еще кол. Сейчас попробуем колон. Прекрасно себя там чувствует. Оп. И все. А, не, ни хрена. Он ее порвал. Да, усилие, ребят, ну, прям вообще. Прям колоссальное. Ну, если бы не труба, я бы даже колом бы прям справился. Смотрите, как ее разогнуло здесь. В общем, все по красоте. Короче говоря, кол. Если отмыл, то жалко. Так, мы смотрим на метки. Смотрим, что им борода. Сейчас надо будет крутить. Сейчас покажу, как. Видно, да, что метком борода? Мы не в метках. Значит, идем, друзья. Напоминаю, что на шкиве у нас головка на 18. Вставляем туда нашу гарнитуру. Откручиваем болт. Слушайте, какая красота, что я здесь помыл машину. Посмотрите, все чисто, аж приятно работать. Так, ну, собственно говоря, болт сняли. Вернее, ну да, можем его теперь скрутить назад. Гарнитура. Сейчас им же мы чуть-чуть. Трещоточка. Мы помним, да, что коленвал мы обязательно вращаем по часовой стрелке. Это очень важно. И таким образом выставляем метки там. Итак, друзья. Ставились. Единственное, что у нас с этой стороны она как-то не до конца зашла, и я ее дальше не могу. Она зашла, но забивать нельзя. С этой стороны хорошо. Внизу там я поставил болт на 8, потому что сверла под рукой не оказалось. Это нет инструмента в другое место. Значит, когда будете ставить болт, не надо на него еще накручивать никаких гаев. Он ходит ровно на 50 миллиметров. То есть, это у нас 5 сантиметров. Просто на болту поставьте отметку и контролируйте, пока он не зайдет туда полностью. Он должен зайти полностью. Там отверстие в коленвалу, он должен в него попасть. Иначе у вас ничего не получится. Так, и аккуратнее с вот этой штукой самодельной. Потому как, вот могут быть такие траблы. Она может туда не зайти, как вот у меня до конца. Это именно самоделка. Где-то я, возможно, на миллиметр, когда варил, обшибся. И вот что у нас получается в итоге. А этот миллиметр может нам стать здесь, в один зуб. Ну, как-то так, друзья. Ну, дальше снимаем вот этот кожух. Когда сняли кожух, открывается вот такой вот замечательный вид. Честно скажу, тут какая-то вот у меня метка стоит белая. Хрен его знает. Куда и для чего она стоит? Для чего? Кто знает. Потом вот здесь существует какой-то... Сейчас попробую вот сюда снять вам. Там существует шарик. Кто знает, зачем этот шарик? Не, вытаскивать я, конечно же, его не буду. Но он там есть. Шарик. У меня вопрос. Если он выпадет... Короче, какая-то... Дуристика-магистика. Значит, ну, что дальше? Вот натяжной ролик. Ну, судя по вот этой желтой метке, он еще родной. Сейчас сниму, конечно, посмотрю. Его... Его нужно... Шестигранником на сколько-то там. Сейчас скажу на сколько. Вот, наверное, вот этот шестигранник подходит. Да. Шестигранник на... На 9. Подклонить в сторону и снять ремень. Да, друзья, я еще один момент забыл. Наверное, в этом все и дело. Можно же сначала его немножко сорвать. Вот смотри, на 10 болтается. А на 9... А на 9 большая. Вот кто объяснит, вот почему так? Головка у меня, ну, они там почти новые. Там чуть-чуть, они еще не раздолбаны. Да, и, кстати, его срывали уже. Я вот здесь вот вижу по метке, кто-то сюда лазил. Зачем-то. Вот так была метка. То есть его еще и перетянули. Но он родной. Метка сорвана, но он родной. Смотрите, я его отпустил, а натяг остался. Это круто. Это значит, что у нас все зафиксировано как надо. Я думаю, его вообще можно вытащить, да? Вот так вот раз. Такая себе конструкция. Значит, 13.07. 13.062. Мейтинг Канада. А состояние... Ну, друзья, я вам могу сказать, что... А здесь Корея написано. А здесь сзади Мейтинг Канада. А вот на этих фишках написано Корея. Ну, подшумывает, конечно, чуть-чуть лютец. Здесь не такое. Ну, кстати, вот распредвалы как стояли, так и стоят. Ничто никуда не шелохнулось. Это за счет того, что мы их зафиксировали. Так, друзья, что у нас с ремнем? Конте Тэч. Мейтинг Джермани. Смотрите. Раз, трещина. Я не знаю, видно это или нет, но она тут есть. Короче, я... Ну, если здесь менялся Грэмпом на 60 тысячах, ну, вряд ли бы он был в таком состоянии через 40 тысяч. Хотя, ну, все может быть. Ну, как по мне, этот ремень точно не менялся. Смотрите, что я нашел. Я чуть не ахнул. Вот я вот так его нагибаю чуть-чуть. Так. Вы видите? Это вот на старом ремне. Ну, в общем-то, в одном, как говорится, шаге от проблемы я остановился. Так, друзья, ну, видеоролик у нас будет затяжным, походу. Потому что, слышите? Помпи-то нашей. Жопа. Она хоть и не люфтит, но... Мне не нравится такая работа прибора. Снимаем помпу, снимаем обводной ролик. Так, ну и давайте, наверное, с него и начнем. Обводной. А вот обводной. Ну, конечно же, я его тоже поменяю, но он... Он еще бы побегал. Он вообще в порядке. Ключа, шкового, накидного нет у меня на 16. Вот такая еще беда. Так что запаститесь им. Чтоб не заниматься чепухой. Ладно, я его тогда буду снимать потом. Сейчас помпу. Жидкость я снимать сливать не буду. Но вообще рекомендуется, конечно же. Но я не хочу. Я ее потом дожду, да и все. А сейчас что стечет? Ну, друзья, ну вообще. Причем она еще и не люфтит. Вот эта помпа родная, хоть и не люфтит, но вот такая работа подшипника. Потом закончится с проблемами с ГРМ. Поехали, откручиваем. Я взял на 8, да? Да, на 8. Давайте попробуем на 7. А вот на 7 нет. 7 не залазили. А 8, он как бы как будто... Как будто вот 7,5. Долбаные реношники. У них как будто все чуть-чуть... Ну что-то мне кажется, друзья мои, что вот тут кто-то лазил, наверное. И менял компу. Вот, кстати, в новой помпе нет болтов. Мы смотрим вот так. На новую. Значит, это болт вот этот. И вот этот. Вот они на герметике, и они другого размера, не такого как... Опа, а с вот этого болта прям потекла только сужитель. Короче говоря, друзья, их тоже надо на герметик сажать. От старого очищаем. Ну, что-то в этом есть. Очищаем, естественно, с помощью очистителя. Кабинатора я прям замачиваю. Вот стоят. Так. Ну что, помпа? Ты будешь вылазить или нет? Подбиваем помпочку нашу как-нибудь, как получится. Ну, это есть какие-то здесь тоже, ну, регламент, наверное, как-то надо по-особому. Ну, я вот просто за те места, которые можно дотянуться. И вот она побежала, наша вода. Так, друзьяки. Согласны? Я думаю, согласны, комментировать нечего. Так, смотрим, единственное. Это оригинал, Ринаульт. В металлобок. Очищаем от старой прокладки. Сейчас мне расскажут, если про то, что я неправильно делаю, ножом это делать нельзя. А вот, блядь, очистителем карбюратора можно сюда божить. Пиздец, люди. Не зажигайтесь. Хотя, вот если их сравнить, ну, один в один. Единственное, что вот здесь открытая, открытый подшипник для чего-то, а здесь он закрытый. А на этой опе он, на оригинальной открытой, ну, возможно, для проветривания, что ли. Вот такое, такое большое-пребольшое ХЗ. Никаких здесь не надо растворителей применять, господа. Это охлаждающая жидкость. Здесь не нужны никакие растворители. Помпу новую протрите. Пальцами за эти места лучше не касаться. Протереть можно тряпкой, которую вы протирали антифриз. Ей, а потом ей же только сухой стороной. Ставим прокладку. Можно сразу, чтобы было все красиво, сделать вот так. И сделать вот так. И с этими двумя болтами устанавливать. Только смотрите, их не уронить. Вообще не буду подтягивать потанность. Отпущу тоже. Потому что еще нужно, она немножко гуляет, а еще нужно болты, которые у нас очищаются. Все. Больше не надо. Вот так. И с вот этого кончика убрать герметик надо. Так. Это у нас будет верхний. Он мне пояснит, кто придумал такую конструкцию, чтобы изболтать икла вода. А зачем она там и второй. А туда, чтобы достать, надо снимать так. Быстренько сейчас откручиваю. Каким-то образом этот старый. Так, а у меня на новом... Есть ли болт с новым? Идет болт? Нет. С новым ободным роликом болта нет. Значит, нам надо будет максимально сохранить. Он у нас 16-й. А у меня есть на 17-й. Как я говорю, лучше. Скорее всего, сейчас я сорву. Так, что у меня еще есть? У меня есть вот такой вот рожковый на 16. Вроде бы пошел, друзья. Но так лучше не делать. Лучше опустите двигатель. Да не, нифига он не пошел. Он просто его... Да, рожковый ключ. Раскальзан. Так, опускаем двигатель. И снизу откручиваем. Вторую помпу. Короче говоря, новую затянули. Ролик я поставил, тоже затянул обводной. Ну и продолжаем сборку. Значит, сейчас будем ставить ролик натяжной и, соответственно, сам ремень. Стоят хорошо. Ну, помпу вот никак не проверить. Ну, никак натечь. В таком состоянии, ну, никак. Может, даже что, ее просто повращать. Кстати, что-то она плохо вращается. Наверное, я ее плохо отцентровал. И она цепляет за корпус. Сейчас буду дальше идти на соспорку. Друзья, короче, затянулась моя установка. Уже по второго ночи. Моя замена ремня ГРМ. Значит, смотрите, что было. Поставил ремень ГРМ. Еле-еле душа в теле. Короче, будете его ставить. Фух. Ставьте метку. Значит, в натяжку давайте через помпу. Получается, через помпу проводите вниз до коленвала. В натяжку. Это его рабочий ход. Дальше. Ставите метку на ГРМ. Ну, там относительно коленвала. Снимаете его с помпы. И ставите в метку на коленвал. И потом, легким, но сильным движением руки, закидываете его на помпу. Это если, как у меня, у вас не будет сниматься шестерня коленвала. Ну, никак я ее не смог снять. Она там закипела, прикипела. После того, как поставили ГРМ, там все закрутили. Два-три раза проверните коленвал на 360. И проверьте, чтобы все совпало. В моем случае все совпало. Дальше натягивайте ролик в метку. Метка вот здесь вот у него. Ну, короче, выпуклость. Здесь звездочка. Натягиваете, зажимаете. Ну, потом дальше все по схеме собираете назад. Так же, как и разбирали. Болтики, шмолтики. Все вы везде позаписывали. Как натягивать ремень этот, ну, понятно. Так же все, как и было. Не забудьте вытащить болт с коленвала. Не забудьте достать метки, если вы когда проверяли, там вставили. Ну, сейчас я беру и будем проверять. Друзья, ну, вот я и закончил. Значит, уже завел. Вон, попрыгал чуть-чуть. Все работает, все прекрасно. Сейчас прикручу подушечку, потому что, чтобы натянуть, блядь, этот ролик, тоже пришлось поднимать подушку. Ну, короче говоря, как-то так. Все, всем спасибо. Сейчас уже три ночи. Я начал, если что, в шесть вечера. Уже девять часов, да, ковыряясь. Сейчас забью заглушки, ну, и на этом все, наверное. Все, всем пока. Удачных ремонтов. Не ломайтесь. ТО делайте вовремя. И желательно сами. Руководствуйтесь роликом. Он нормальный. Без всяких яких. А, кстати, есть еще предыдущий ролик, где я варил вот приспособу сюда. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok